Добрый день, слушатели Сангейтс. Вновь мы на пороге нового года, новолуния. Опять есть возможность переписать или дополнить, скорректировать свои желания, взгляды на свой путь, на нашу дорожную карту 2023 года. Новолуния оказывает влияние на многие недели и месяцы, которые следуют за ним, но сильнее всего в дни месяца, в течение которого оно проявляется. Есть несколько важных особенностей этого новолуния. Оно произойдет прямо накануне нового года по китайскому календарю. Именно с 22 января начинается год черного кролика или черного кота. Поэтому мы намерением раскладываем все по полочкам в голове, создаем планы, инспектируем, представляем мечты, как уже свершившиеся, анализируем, что каждому для нас нужно сделать, что уже сейчас надо было начать или вчера. Мы закладываем фундамент такой новолуния, ну как минимум на этот год, а как максимум на ближайшие несколько лет. Почему? А потому что такое происходит один раз в 823 года, как говорят астрологи. Потому что такого февраля, как февраль нашего года, в нашей жизни не предвиделось долго. В феврале, если посчитать, то 4 воскресенья 2023 года в феврале, 4 понедельника, 4 вторника, 4 среды, 4 четверка, 4 пятницы и 4 субботы. Языком таронумерологии столько четверок называют путь императора. Ну а веды говорят о возможности расширения согласно энергии теневой планеты Араху. Именно февраль 2023 года дает возможность каждому понять свой жизненный путь и понять, вы находитесь на своем истинном жизненном пути или где-то сбились с него. Число 4 само по себе, оно описывает структуру, порядок, новые законы. И все это по качеству архетипа император. Энергия император обозначает путь правильных поступков и реализация своей миссии. Императорский путь это путь, когда мы живем свою жизнь, нащупываем лучшие возможности и стараясь гармонично реализовать четыре направления. Потому что у императора трон или там стул, да, прототип, скажем так, он имеет четыре ножки, как комбинация четырех стихий. И реализация основного проекта Высшего Я, работа на свой эгрегор, как инвестор миссии, да, применять и распространять свою деятельность на благо социума, усиливая род. А если посмотреть на светлую сторону императора, это движение в направлении союза со своей судьбой. Но когда император берет человека в некую питью, в некую иллюзию, именно тогда и обусловленное состояние, когда мы говорим, ну, все плохо, не получается, планы рассыпаются на ходу. И этот теневой император, он будет говорить об уходе с этого своего пути. И мы тогда говорим, что Раху проявил свое негативное проявление. Появились иллюзии, появился обман, демонические проявления этой планеты и нарушения, как итог внутренних законов. Нас внешняя среда сбивает, потому что она дает нам, подсказывает, подсвечивает, что вы внутренние законы свои еще раз посмотрите. Что-то у вас там не так. И сначала это движение под теневым императором будет сопровождаться все возрастающими трудностями, а потом это перерастает в так называемую, ну, можно сказать, петлю, которая четко показывает направление. Она нас, ну, буквально бьет по рукам в чем-то, когда идущий сбился с этого пути. И если началась полоса неудач, то стоит вспомнить, какой поворот в недавнем прошлом нами был совершен. Вероятно, он был не по судьбе. То есть мы ушли с курса выполнения заданной программы этого воплощения. А когда мы идем своим путем, то все как будто специально складывается так, чтобы нас помогать, поддерживать. Мы говорим все как по маслу. Но все же внутри любого месяца есть дни, задачи которых нам показать, какие кармические отработки или уроки нас ждут. И у каждого из дней своя тема. В то же время есть дни, когда надо быть максимально внимательнее. И я приведу, перечислю эти дни. Это 2, 7, 11, 13, 14, 16, 22, 24 и 27 февраля. Ну, кратенько прибегусь. По характеристикам двоечка, да, второе число, жрица. Много тайн, интриг. Трудность удержать свою линию поведения. Нами будут манипулировать, пытаться, чтобы по-своему трансформировать. Но мы, если знаем, мы отслеживаем. Седьмое число. Здесь я не рекомендую выезжать на транспорте, особенно в дальней поездке. Колесница минусовая, то есть транспортное средство, но не готово. Или более того, мы можем так хоть встретить. Неготовое транспортное средство навстречу, да, это тоже не самый лучший вариант. Одиннадцать число. Здесь опасности для здоровья. Тема насилия со стороны больших эгрегоров тоже может быть. Тринадцатое. Безопасность и иллюзии. И они, вот эти вот иллюзии, легко могут ввести в обман. Деньгами, любыми ресурсами. То есть мы соотносим от нашей безопасности эти иллюзии и как нам понять, где золотая середина, чтобы не уйти никуда, в сторону. Чтобы этого тумана не было. Далее четырнадцатая. Если человек заболотился или обстоятельства так сложились, что надо бы уже двигаться, а он все никак не решается сделать первый шаг свой. Когда мы остановились и мы не идем в божественном потоке, тогда нас система трансформирует. И этот поток уже, системный поток большой, это как ливень, как сель горный. Он просто снесет. Но также авторитетные женщины могут оставить некий след в жизненном сценарии этого дня. Поэтому тоже смотрим. Шестнадцатое число. Здесь много страха может появляться, когда из-под ног буквально фундамент раскалывается, разрушается и уходит. Но, опять же таки, слушая интуицию, обращаясь за помощью высшим силам, нам всегда дадут подсказки и подскажут решение. Правильное решение, как выйти из конкретной ситуации. В рамках дня эта ситуация может быть, конечно, масштабов по тому, насколько астрологические, нумерологические периоды у вас сошлись на этом дне. Но, тем не менее, если говорить в общем, в среднем, то это задача на этот день. И 22 число, следующий день, это день перезагрузки, это возрождение. Но вот такое случится, обновление случится после сепарации от старого. Но если безрассудство, неуправляемая внутренняя сила будет проявляться, они дают вектора, свои вектора развития событий. И поэтому мы смотрим за тем, что нужно на сегодня, надеюсь, сейчас именно нам. 24 по энергиям похож на второе. Также много тайных интриг. Трудность удержать свою линию поведения. Смотрим, чтобы нам не манипулировали. Манипулировать могут совершенно разными вещами. Это деньги, это власть, это какие-то желания, может быть, там, не знаю, десятый раз в лотерею сыграть, когда уже девять раз не получалось ничего. Ну, вот такого рода. И трансформация, да. Если это лотерея, ему уж там ползарплаты оставили на всем этом, то нас трансформируют по деньгам. Ну, собственно говоря, тоже спасибо, что деньгами взяли, да. Иногда бывает. Ну и 27 число. Это про любое передвижение. Поэтому действуйте максимально внимательно. Здесь тема колесницы опять появляется. Если можно, то посидите дома. И хорошо подойдут для домашнего времяпрепровождения, обучения, ремонт, дизайн. И все это будет благоприятно. Вот такой февраль у нас на этот год. И то, что нужно не пропустить, и то, что нужно, то, на что внимание обратить, здесь, пожалуйста, тоже себе сделайте заметочки в календарике. Ну, а сейчас дам рекомендация, как провести февраль, чтобы не свернуть с этого нашего пути императора. Это личный нумерологический расчет для людей, родившихся в разные месяцы года. Если вы родились в январе, вы сможете выйти на путь императора, и тогда он будет приносить и радость, и реализацию. Потому что вы пойдете, почувствуете, поймаете за хвостик, за хвост эту удачу по колесу фортуны. То есть у вас поле февраля для вас, как раз поле энергии колеса фортуны. И можно так сказать, что эта энергия, она буквально будет менять вашу судьбу в этом месяце. И нужно будет осознать свои кармические связи, разобраться с пониманием своих жизненных задач, ответить на себя, на вопрос, сплять себя на вопросы, как вы понимаете свое жизненное предназначение. Вы больше думаете о прошлом или о будущем? Как вы понимаете слово судьба? Насколько вы готовы к кардинальным переменам в своей жизни или хотите стабильности? Февраль с энергией колеса будет расширять ваши возможности. И в жизнь будут приходить люди, которые будут менять судьбу каким-то образом. Поэтому возможность такая есть расширить любые темы вашей жизни. Будь то любовь, деньги, бизнес, духовные практики. Чем с большей готовностью вы примете вызов судьбы, тем больше у вас будет шансов повлиять на происходящее. Тем глубже вы ощутите связь со своим истинным жизненным предназначением. И скорее окажетесь на подъеме колеса жизни, где вас ждут успехи и поддержка. Ну, также можно привести на карту колеса фортуны 10 аркана медитацию. А далее записать свои впечатления. И там вы найдете подсказки для себя по выходу на этот самый путь императора. Дальше. Если вы родились в Еврале. Ну, поздравляю всех евральских с наступающим днем рождения. И для вас февраль это подарок судьбы. Вы в феврале можете заложить свой соляр и построить свой путь императора, усилив наши все праздники своим солярным периодом. У вас поле энергии февраля с энергией силы идет. И, конечно, февраль будет требовать от вас, буквально требовать, проявить энергию и раскрыть свою харизму. Феврале надо будет разобраться с пониманием в своей жизни задач и ответить для себя на вопросы. Что вы можете желать? Что такое для вас инстинкты? Может быть, вы живете инстинктами или наоборот подавляете их? Как вы понимаете, потребните своего тела. Вы слышите, что вам говорит ваше тело? Февраль будет показывать, какие перемены мы можем осуществить. Но они не появятся сами по себе. Потому что мы должны будем их инициировать, их прокачивать, их запускать. И, конечно, сила может проявиться в теле таким образом, что... Ну, мы знаем, что на дни рождения ослабевает немножко, да, наше физическое состояние, наша энергетика. И тем более, если мы увидим обстоятельства вокруг, какие-то, ну, как нам покажутся новые, да, каждый новый год нам дает новую тематику, мы говорили уже об этом. Так вот, здесь может включиться так называемая психосоматика. Поэтому показан массаж, работа с телом, физзарядка обязательно. Поговорите со своим телом, что она просит у вас, что она хочет. И сила будет таким образом расширять возможности свои. И также можно сделать медитацию на карту сила. И также записать свои впечатления, которые будут являться для вас подсказками. Если вы родились в марте, ваша энергия своя, да, мартовская императрица, и путем преобразований у нас появляется поле энергии. И поле энергии для вас в феврале – это энергия архетипа повешенной. Таким образом, вы сможете разобраться с пониманием жизни, посмотреть на все под другим углом зрения, изменить свое поведение отчасти, понять глубинный смысл своей судьбы, где-то немножко позависать, что-то притормозить. Поэтому ответьте для себя на такие вопросы. Как вы понимаете свое жизненное предназначение? Что для вас означает слово «жертва»? Что значит фраза «жертвовать малым, чтобы получить большее»? Как вы думаете, вы жертвуете малым или большим? Февраль будет давать возможность обрести мудрость, зрелость и научиться сосредоточенности, принятию собственной судьбы, поиске ее глубинного смысла. Вы сможете расширить свои возможности только тогда, когда перестаньте чувствовать себя в позиции жертва. Чем с большей готовностью вы примете вызов судьбы, тем больше также шансов у вас появится, чтобы наше происходящее изменить. Ну, медитация на карту подвешенной или повешенной 12-го аркана также рекомендую провести. Если вы родились в апреле, ваш месяц рождения император, четверочка, и путем преобразования у нас получается полис энергии трансформации, 13-й аркан. Я предлагаю ответить для себя на такие вопросы. Как вы понимаете свое жизненное предназначение? Вы больше думаете о прошлом или о будущем? Что такое для вас трансформация и как вы ее понимаете? Вы всегда вовремя выбрасываете вот такой маленький тест бытовой, испортившиеся продукты из холодильника. И тоже подумайте о чем это, если какие-то там лимончики залежались уже давным-давно. Февраль будет показывать, какие перемены в жизни вы можете осуществить. Ну, конечно, они сами по себе также не появятся, поэтому февраль предоставляет такую возможность, и его надо не проморгать, что называется. Трансформация нас учит всегда отпускать старое, для того, чтобы в жизнь пришло что-то новое, подол, ветер, перемен. И февраль нас учит пониманию внутренней мудрости, умению действовать последовательно. Поэтому можно провести митацию на карту 13-го арка на трансформация, ну и также записать в своих дневничках впечатления и в конце месяца отследить, сделать записи, что сбылось, что не сбылось, что запустилось, пошло-поехало. Во всех направлениях то, что вы пожелали и запланировали для себя. Если вы родились в мае, то ваша основная энергия – это эрофант, а поле энергии создается на февраль с архетипом «умеренность». и здесь желание найти золотую середину, найти баланс будет сильно. Вас будет тянуть на поиски сущего, поиски, но некого философского камня. Я предлагаю вам ответить для себя на такие вопросы. Что для вас есть жизненное предназначение, поскольку мы уже говорим о том, что мы опять стартуем, да? И что вы думаете о прошлом тоже и будущем? Что вы понимаете под фразой «философский камень»? Вообще для 14-го аркана очень характерно, ну вот те, у кого, например, в портрете, да, мы говорим, одна из основных энергий, 14-я, то тема вообще минерала в принципе, вот мы про философский камень говорим, это, конечно, образное выражение, но реальные камешки, да, там, браслетики и так далее, и так далее, это всё, что привлекает, это геология, это познание законов природы, это слышать ангелический мир, слышать свою интуицию, свою душу, поэтому всё это очень важно, и это нас соединяет, это нас балансирует, это два мира, да, это наш материальный мир и наш духовный мир, то есть это две половинки, да, яблока, поэтому мы должны понять, что такое состояние умиротворения, и, конечно, также двигаться, посмотреть на карту умеренности, чтобы расширить наши возможности, провести медитацию и двигаться дальше. Если вы родились в июне, то ваш обычный архетип – это выбор, и поле месяца создаётся с энергией дьявола. Ну, вопросы аналогичные. Как вы понимаете свою зависимость, могу добавить, да, ко всему, есть ли у вас вообще зависимость от чего-либо, и почему она появилась. нам февраль, вам февраль покажет, какие зацепки из прошлого вас тормозят на пути реализации ваших целей. Будут активизироваться люди, которые помогут вам что-то вытащить из вас, да, то, что вы из подсознания, то, что вы сами, может быть, далеко и давно затолкали куда-то далеко, вот и, там, травматический опыт мы говорим, если языком портрета говорить, или вытесненную часть, то есть вытеснили вообще подсознание. Так вот, вами могут манипулировать вашими желаниями и сбивать тем самым вас в пути императора. Поэтому вот это тоже отслеживать надо. Иногда может быть такое, что ваши чувства прям буквально захлёстывают через край, вот их много, да, энергии много, но на эмоциях решение принимать не надо. То есть холодная голова всегда хороша в этом смысле, но энергия дьявола будет расширять возможности из плюсов обязательно. И, конечно, энергия дьявол только в названии страшна. На самом деле это такая печка с огоньком, где энергии просто огромный-огромный ресурс. И дьявол всегда отвечает за материю, а значит и за деньги, и за возможности использовать такой ресурс. Главное — дерзнуть и осторожно на поворотах. Да, всё-таки у нас колесница, вот такой скорости, движения, целеполагания. Но также предлагаю провести медитацию на энергии 15-го аркана дьявол и для себя посмотреть, что вы почувствуете. Если вы родились в июле, то для вас, для, вообще для июльских, я говорила тоже, да, архетип колесничьего, год колесницы, это прям двойная колесница. Это вот удержать две колесницы одновременно, а если одна из них с молодыми лошадьми, условно, вторая — лошади постарше. Это такое надо искусство иметь, управление, такой навык, такой опыт, чтобы уравновесить, сбалансировать, чтобы не выкинули, чтобы не буквально колеса не отпалились, у какой-то из колесниц, да, чтобы всё было в том направлении, в котором вам надо, и с той скоростью, которой надо, и по тем целям, по тем точкам, которые вы для себя обозначили. Ну, поле месяца для вас в феврале с архетипом энергии башни, 16-й аркан, ну, могу сказать, что непростое время, да, потому что мало того, что две колесницы, про которые я сейчас сказала, а сама по себе башня, да, такая энергия, ну, картинку многие представляют себе, да, что такое башня, когда там вылетают просто люди, которые что-то не поняли на каком-то этапе, по этажам поднимались, башня высокая, поднимались, поднимались, и где-то они или подзависли, или что-то у них остановилось в их развитии внутреннем, да, какие-то паттерны появились, которые им помешали, обстоятельства появились, и им сказали, либо вы движетесь дальше, потому что здесь дорога туда, да, дорога духовного развития, прокачки всех чакр, каждое окошечко, каждую чакру обозначают на картинке, ну, либо вы тогда на обновление идете, да, поэтому здесь надо тоже смотреть, месяц прожить надо осознанно, внимательно, очень аккуратно, максимально, да, поэтому самое главное, чтобы, да, судьба меняет каждого из нас, да, это буквально эволюция, и наша задача вот в такие дни, когда или в такие месяцы, или в такие годы, да, когда совмещается внутри любого года, есть месяцы более условно, более легкие, условно более тяжелые, поэтому есть фундаментальные, этот месяц для вас фундаментальный, поэтому надо разобраться в своих кармических связях, с пониманием тоже своих задач жизненных, что надо, то разрушить, как устаревшую конструкцию по этой башне, а что-то уже на фундаменте, который проверен, который пригласили инженеров, пригласили лучших специалистов, они все осмотрели, свой вердикт вынесли, и дальше уже можно начинать строить. Ну, задайте также себе вопросы, что вы сейчас, или что вас сейчас больше держит внутри старых ценностей, или вы все-таки выбрали вектор на изменения, на перемены, и начинаете понимать, и начинаете выстраивать это новое видение мира. Ваша жизнь на сегодня, она больше преодоления и радость от перестройки. Какие вы состояния внутри себя испытываете. И февраль, конечно, покажет, какие перемены вы можете осуществить. Задача не застревать в старом. То есть осознанно перестраивайте свой домик жизни. Башня – это все-таки домик, дом, конструкция большая. Так, как хотите вы. Чтобы расширить свои возможности, чтобы осознать свою новую, или выстроить новую, мы строим, здесь слово строить очень подходит, выстроить собственную систему ценностей, и понять, где мы застряли, где вы застряли и закостенели. Что надо поменять? Медитация вам в помощь. Если вы родились в августе, ваш обычный месяц рождения с архетипом правосудия или справедливость, и поле энергии февраля создается с энергией звезда. Традиционные вопросы про предназначение, прошлое и будущее вы себе зададите также. Ну и потом еще спросите, а чувствуете ли вы внутри себя зов вашей души? Что такое для вас путеводная звезда? Что ведет вас по жизни? Вы на сегодня, вот зима, да, вокруг, ну там, по крайней мере, на половине земного шара, да, снег, температура ниже. Сегодня вы не замерзли внутри. Снаружи у нас все тут более-менее, да, внутри вы не замерзли. Что вас ведет, как эта вот звезда полярная, полярная, да, которая ведет всех? Что вас ведет по жизни? И эти перемены, возможности, которые вам предоставляет февраль, вы их также должны вовремя ловить. Попробуйте пребывать в моменте. Для этого надо иногда останавливаться, довольно часто даже, да, и прям из рутины выскакивать, ну, вываливаться иногда, да, можно сказать, из этой повседневности нашей, для того, чтобы взглянуть внутрь себя, послушать себя, чего же хочет ваша душа. Ну, даже, знаете, можно завести напоминалку какую-то на телефоне, чтобы не забывать, там, такую музыку выберите, по звезде это прям творчество, поэтому что-то любимое поставьте себе, классику какую-нибудь такую хорошую, интересную, Шампена. И тогда, февраль этого года, по звезде, расширит ваши возможности, добавит духовного самоанализа, понимание совершенства космоса, обновит вас, ну, и медитация на архитект звезда, на карту 17-го аркана вам тоже в помощь. Если вы родились в сентябре, ваш обычный месяц рождения это отшивник, 9-й аркан, ну, а поле энергии создается с энергией луны, 18-й аркан, и спросите себя, а доверяете ли вы своей интуиции, и что такое для вас страхи, часто ли они вас посещают, как они влияют на вас, как вы думаете, для чего человеку вообще жизненно необходимо испытывать такую эмоцию, как страх. страх того, когда тело, например, да, а это в уроках еще, мы тут рассматриваем одну только позицию, если смотреть широко, а широко можно посмотреть по нескольким позициям, по нескольким техникам, я вот здесь тоже добавлю, что здесь и уроки про тело тоже будут актуальны в этом месяце, так вот страх, что вы излишне похудели, излишне пополнили, что вы давно там не почистили организм, что вот весна на носу, вам надо пропить курс витаминов, или что-то еще, что вот внутри вас беспокоит, и если это беспокоит, значит интуиция нам подсказывает, что да, надо в эту сторону посмотреть и поработать, то есть мы все должны распаковать, мы сесть должны, да, и написать себе письмо, да, это вот техника, когда пишется вопрос, вот те вопросы, которые я сейчас произношу, их можно, вот эта техника, очень легко, как один из инструментов, да, достать из подсознания информацию, правой рукой пишем вопрос, а левой рукой мы пишем ответ сами для себя, и, ну, перед этим можно спросить, а что интересно, я сейчас запишу, да, вот можно обратиться к своему духовному наставнику, подскажи, пожалуйста, духовный наставник, ответ на этот вопрос, да, и потом вот, что интересно, я сейчас себе запишу, и вопросы приходят, причем, знаете, вот когда я пользуюсь такой техникой, они приходят, эти ответы, абсолютно не моим, традиционным, что называется, слогом, да, то есть я обычно пишу, ну, каждому из нас сложился свой язык, да, своя манера и прочее, а здесь вот как будто бы вот другой человек отвечает, и фразы, предлоги, сами слова, они формируются в некую интересную конструкцию, которая, ну, как будто бы даже не мной написана, это интересно, попробуйте, энергия луна очень глубокая, сложная для обывателя, луна очень нужна в жизни психолога и эзотерика, это такая прямо, по луне мы говорим, что мы входим в поле коллективного, бессознательного, и оттуда у нас прям поток информации идет, кто-то имеющий луну в дате рождения, 18 аркана или 18 число рождения, ну, там, конечно, у нас несколько позиций, кто изучает портрет, знает, и луна может появиться в любой из этих позиций, значит, это тоже присутствие этих энергий, но вот без знания портрета, это 18 аркан, скажем, первая позиция, и тогда мы говорим, что да, человек порой видит сны, сны вещи, сны не всегда, положительно окрашенные, и он закрывает, он боится, ну, обычно это в детстве детки, и закрывает он прям своим намерением, я не хочу такие сны видеть, да, и сны, как подсказки, они перестают сниться, и вот человек, эту связь, этот контакт он потерял, а потерять, ну, здесь надо, конечно, знать с детства, мамочка, портреты своих детей, чтобы вовремя оказаться рядом с ним, да, и аккуратно, аккуратно сказать ребенку, что объяснить вообще строение мира, ну, доступным ему языком, да, вот канал, сангейцы, дети в помощь, и это важная работа, потому что то, что дано ребенку, вот для нас, для взрослых, мы вот начинаем задумываться на разных этапах своей жизни, там, в первом периоде до 25 лет, например, языком портрета, во втором, в третьем, а что же есть наше предназначение, признание, потому что нам важно, что мы не просто так пришли в этот мир, дышим этим воздухом, да, на божественном, пьем эту божественную воду, крещение недавно прошло, да, нам хочется, чтобы мы как личности себя простроили, чтобы мы показали, что мы, те таланты, которые нам даны, мы их вообще реализовали в чем-то, и нам даются эти задачи, для того, чтобы мы, ну, например, человек упакован настолько плотно различного рода талантами, а вот есть еще одна черта, ленность, и если ему, скажем, семью, или он попадет в семью, где папа будет жестким, или мама, то для него это благо, может это показаться, конечно, и вот обидами какими-то на родителей, что есть у нас в жизни, да, частенько, но дело в том, что они заставили его распаковать свои таланты, они подтолкнули его к тому, чтобы начать заниматься, и он тогда увидел, да, у него идеально руки сложены для скрипки, они у него для кисти художника, там, я не знаю, масса, что еще может быть, да, поэтому все не просто так, и вот по Луне, чтобы скрасить проявление Луны, можете зажечь свечи, в феврале чаще это делать, занимаетесь свечной терапией, у кого ручки тоже на это заточены, но здесь двоечка может быть в портрете, и на это все 14 аркан, если основной говорить, да, можно посмотреть по своим сновидениям, свой собственный соник, да, завести, кто этого не сделал до сих пор, вот, например, ну, при себя могу сказать, тоже у меня в портрете две Луны в проработках находятся, и, конечно, я научилась свои сны разгадывать, сначала ориентируясь, как, примерно, как клише на стандартной сонике, потом я поняла, что для меня это означает именно то, что я вижу, так сказать, да, вот, и, собственно, дочь у меня тоже сны такие, ведь, и мы вот с ней так дополняем сны друг друга, потому что это, вот, уже про нас, да, вот что-то родовое такое. Ну, Луна вообще развивает интуицию, поэтому, также, проведите медитацию на карту Луна, и, таким образом, вы найдете все подсказки для выхода на путь императора для себя на этот месяц. Далее, если вы родились в октябре, ваша обычная энергия уроков, это колесо фортуны, и поле энергии создается с архетипом энергии Солнца, девятнадцатый аркан, ну уж, если мы говорим про предназначение, и мы вспоминаем Солнце, ну, что, какое предназначение у Солнца действительно, конечно, то есть, мы можем расставить по важности, может быть, да, по степени значимости, те описания, те шаблоны, те сценария, которые этому архетипу соответствуют. то есть, давать тепло, дарить собственный яркий свет и позитив и много-много что еще. Поэтому важно задать себе вопросы. А вы себя целостным человеком считаете? Что у вас самооценкой? Насколько вы в себе уверены на сегодня? Потому что энергия Солнца в феврале будет вести вас к свету, к поднятию жизни. Вы будете видны, на вас будут смотреть, обращать внимание. И ваша задача и себя расстроить вот как такую яркую личность и свое окружение вот этим божественным огнем осветить, дать этого огонька всем, чтобы от сердца к сердцу он создал такое прекрасное пространство, тепла, любви, света. И чтобы вы сами были активны, уверены в себе. Важно примириться с собственной тенью, понять свое высшее я. Поэтому также советую провести медитацию на карту Солнца, 19-й аркан и будет все прекрасно. Если вы родились в ноябре, здесь ваш обычный архетип урока сила, поле создается с энергией 20-го аркана. Это в старых колодах называется энергия суда, но в новых это новый эон. И важно тоже посмотреть, что для вас вот это новое эпоха Водолея. Чем она для вас каждый задумывался наверняка об этом. Что вы здесь сейчас чувствуете? В чем эта новизна? Как она проявляется? Как вы встроились в эту новизну? Как вы переживаете эту трансформацию, которая сейчас идет в мире в целом? Потому что это энергия эгрегора, эгрегоров больших в плане вообще эгрегор человечества это тоже эгрегор, огромный, самый большой эгрегор для нас. эгрегор и дальше уже внутри города эгрегор города эгрегор страны, области, коллектива, семьи, сообщества и так далее. И как вы думаете тоже вы больше завязаны в бытовом понимании ситуации или видите глобально все изменения, которые происходят? Ну где бы ни было, в любом из эгрегоров. февраль по энергии этого архетипа иона будет для вас нести энергии обновления, расширять ваше восприятие возможности. Вы можете обнаружить в себе ранее скрытые способности, понять космические какие-то соответствия. Ну и также проведите медитацию на карту 20-го аркана. Ну и у нас декабрьские на очереди. ваш обычный месяц уроков это архетип подвешенный. Ну а для февраля создается поле 21-го аркана энергии вселенной. И я советую задать себе такие вопросы. Как вы оцениваете изменения в вашей жизни? Это тоже больше людские влияния на происходящую трансформацию или это космическая трансформация? Насколько вы миру открыты? Или вы боитесь мира и сидите в своем пространстве не позволяете себе выйти за границей? Расшириться 21-го аркана энергии это энергия расширения увеличения границ изменения этих границ. Это контакты с иностранными государствами государствами либо это изучение иностранного языка либо это командировки ну дальние страны либо это поездки. то есть это мир без границ называется целая вселенная которая будет расширять все возможности вселенная это вообще выражение целостности и также мир олицетворяет пробуждение сознания на бытовом плане мир дает возможность активно продвигаться как я уже сказала в интернет может быть искать друзей в соцсетях изучать различные культуры быть абсолютно толерантным ко всем проявлениям то есть это высшая степень философии плюс философского отношения к жизни ну и также любой язык символьной системы это таро хроны астрология нумерология это тоже язык это тоже расширение возможностей и проведите медитацию на карту вселенная 21 аркана и будет все у вас на полочках все по времени и там где надо и то что надо ну чтобы было то что надо для всех нас это значит что перемены которые наступают в жизни каждого из нас важно их провести и осуществить но конечно они сами по себе не появятся и мы их наблюдаем да мы наблюдаем за собой чувство подавленности или невозможности реализовывать свои планы и цели тоже отслеживаем почему это все произошло и смотрим затем какие новые люди приходят в нашу жизнь как они нас меняют как они нас учат чему они учат мы себя спрашиваем с готовностью ли мы примем вызовы судьбы потому что если мы соглашаемся анализируем у нас больше шансов повлиять на происходящее поэтому весь февраль можно проводить действия обряды ритуалы медитации направленные на достижения на умение управлять своей жизнью на развитие лидерских качеств ответственности важно видеть и простраивать перспективы своих планов и целей для кого-то открытие своего дела все-таки император движет нам мы про путь императора говорили для кого-то бизнес открывать для кого-то повышаться по карьерной лестнице развивать навык управления своей жизнью ну и приведу тоже цитату психолог Карл Юнг когда-то сказал вы не можете избавить людей от их судьбы так же как в медицине вы не можете излечить пациента если природа назначила ему умереть порой это вообще вопрос дозвольно ли вам спасать человека от того что ему суждено вынести во имя своего дальнейшего развития вы не можете уберечь некоторых людей от совершения ужасной глупости ибо они у них в крови если останавливать их буду я в этом не будет никакой их заслуги во имя собственного достоинства ради психологического развития следует принимать себя таким каким и есть и всерьез проживать уверенную нам жизнь нам необходимы и наши грехи и наши ошибки и наши заблуждения иначе мы будем лишены наиболее сильных причин побуждающих нас к развитию те кому дано услышать поймут те же кому не дано понять не услышат теории этого мыслителя Карла Юнга разобраны на цитаты и именно с разбора теории Карла Юнга я начинаю первый первый вебинар по нумерологии кармического портрета который стартует 22 января завтра вебинар уже в записи практики и общение в чате будет идти в течение месяца мы будем считать обсуждать рассматривать портреты кармические там много кроме портрета и программный портрет задеваемые и отдельные расчеты касаются касающиеся кармических периодов много что будет поэтому желающих приглашаю в интересное путешествие по стяжению себя и конечно всем отлично встретить новый год да очередной китайский год кролика и заложить ресурс новых планов до свидания